Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу очень вводную лекцию про познавательный и эмоциональный процесс Cognition and Emotion на английском языке. Это, конечно, очень объемный материал, который на самом деле в университетах читают отдельными курсами. Отдельно когнитивные аспекты, познавательные процессы, отдельно аффективные процессы, эмоции. В каждом разделе можно найти тему, которая позволяет тоже сделать отдельный курс, например, по каким-то отдельным элементам нашего познания, память, мышление, обучение. Но вот сейчас мы подготовили такую короткую лекцию для просто хотя бы напомнить какие-то основные определения в познавательных и эмоциональных процессах и попытаться смешать два взгляда – нейробиологический и психологический подход к определению и познавательных процессов эмоциональных. Поэтому будет небольшая, может быть, путаница в терминологии, но, тем не менее, эти взгляды уже стоит смешивать и пытаться их совместить. В нашем сознании доминируют два феномена – это наши мысли, познавательные процессы и чувства, более формальные эмоции. Мы не можем достоверно знать о мыслях и чувствах другого человека, поэтому эти феномены субъективны. Они зависят от окружения и в то же время могут быть независимы от него, что определяет гибкость нашего поведения. Еще греческие философы проводили четкую границу между познанием и эмоциями, мыслями и чувствами, потому что, в принципе, субъективно нам понятно, что мысли – это такой рациональный процесс, мысли следуют одна за другой, можно выложить какой-то временной ряд своих мыслей и рассуждений, а в отличие от эмоций, которые, наши чувства часто не поддаются никакой логике, и их очень сложно описать. Но вот это убеждение, что мысли и чувства – совершенно разные процессы, имеют различные основы, сильно повлияло на западную литературу и также, в принципе, имело огромное влияние на научные теории и концепции, вплоть буквально до прошлого века, когда, в принципе, стали эти понятия смешивать. И самый главный вопрос – связаны они или они существуют раздельно? Ну, вот здесь на слайде изображены какие-то познавательные процессы, которые относятся, которые можно разделить, например, на восприятие, память, внимание, обучение, речь. И самый большой и удивительный феномен – это сознание. А также эмоциональные процессы, наши чувства, эмоциональные реакции, которые, в принципе, тоже можно разделить отдельно на эмоции, мотивации и эмпатию. И еще много других вариантов определения аффективных процессов существует. И главный вопрос – вот сейчас последние 30 лет, по крайней мере, психологи, очень заинтересованы, можно ли действительно эти процессы отличить друг от друга, эмоции и познавательную деятельность нашу. В принципе, сейчас принятая концепция, что они, естественно, все пересекаются между собой. То есть эмоции, наши чувства, наши мысли, они влияют на наше поведение, отражаются. В классической нашей физиологии, к которой мы привыкли по учебникам высшей нервной деятельности, по условно-рефлекторной теории Павлова и по теории Петра Кузьмича Анохина, эмоции являются необходимым компонентом целенаправленного поведенческого акта, то есть целенаправленного поведения. В английском языке это больше переваливает. Который зависит от потребности, мотивации и эмоций. В отличие от более сложных психологических концептов регуляции поведения, нейробиологии, потребности сводятся к биологическим нуждам. Это наш голод, жажда, сексуальное влечение, которые, в принципе, постоянно у нас наблюдаются, происходят, так скажем. Если их вовремя удовлетворить, они не приводят к никаким тяжелым последствиям. Эмоционально. Это потребности. Мотивации, термин используется для объяснения более сложных видов поведения, которые происходят довольно спонтанно, чем регулярно. И они больше зависят от внешних факторов, чем от внутренних потребностей, таких как голод или жажда. Ну и в этом случае эмоция возникает в составе мотивации для удовлетворения потребности. При этом эмоция определяет направление поведения, так как она в первую очередь ассоциируется с удовольствием или неудовольствием. Либо другой концепции вызвана наградой или наказанием. В этом случае биологическое значение эмоционального переживания, в принципе, только оно позволяет животному или человеку быстро оценить свое внутреннее состояние, индуцированное внешними или внутренними стимулами, возникшую потребность, а также возможность ее удовлетворения. Так, несколько принципиальных вопросов, которые ставятся на протяжении всей истории изучения эмоций и познавательной деятельности, а также нейробиологических основ этих феноменов. Влияют ли эти два процесса друг на друга? Вернее, влияют ли они независимо на наше поведение, либо они совместно влияют на наше поведение? Необходимо ли им осознание для эмоций, для чувств? И действительно ли эмоция предшествует нашему осознанию, вообще нашей познавательной деятельности? И как, с помощью каких методов можно ли вообще их отличить? Ну, мозговой активности, например, у животных или человека. Можно ли отличить эмоциональные процессы от познавательных? Так, и ответ на все эти вопросы всегда, в смысле, наоборот, иногда, но точно не всегда, определенно не всегда. Хотя исследование нейронных механизмов этих двух процессов на животных позволяет различать их нейробиологический субстрат, то есть какие-то нейронные сети отдельно отвечают за эмоции, может быть, можно их разделить отдельно за, например, восприятие. Но большинство последних исследований показывает, что, в принципе, эти два процесса имеют рецепропное влияние, взаимовлияние друг на друга. Они явно взаимосвязаны, хотя, по крайней мере, у высших приматов еще выделяется, и у человека, извините, конечно, высший примат и человек выделяется отдельно в познавательных процессах такая функция, как когнитивный контроль, такой феномен, как концепт когнитивный контроль, и его как раз функцией является обеспечением определенной независимости наших познавательных процессов от эмоций, вернее, от внешних стимулов, в том числе от эмоций, чтобы контролировать свое поведение. Большинство данных по исследованию эмоций, и в этом случае очень часто в исследовании животных используются модели, связанные с эмоцией страха, свидетельствуют в пользу того, что эмоциональное воздействие вызывает ответ мозга гораздо раньше осознания этого воздействия. В случае, конечно, исследования на животных термин осознания не применяется, имеется в виду, что области, которые отвечают за эмоциональные процессы, активируются гораздо раньше. Мы можем получить сигнал, какой-то нейронная активность, ответ нейронов в областях, которые отвечают за эмоции, гораздо раньше, чем в откорковых областях, которые, видимо, связаны с восприятием, например. То есть отличить активность мозга, связанную с тем или иным процессом, иногда можно, но что касается уже у человека, мы можем применять только неинвазивные методы, либо смотреть на группы пациентов, в которых те или иные области мозга пострадали. В этом случае все равно очень сложно отделить познавательные процессы от эмоциональных. Можно, конечно, еще спросить людей, что они чувствуют, чем они занимаются, но, в принципе, субъективные вот эти самоотчеты испытуемых, им нельзя верить до конца. Вследствие невозможности даже дать точное определение эмоциональным познавательным процессам, а также вследствие того, что очень много разнообразных теоретических концепций существует на данный момент, я далее не буду подробно останавливаться на этом, а лишь дам определение и короткое описание познавательных процессов и эмоциональных реакций и по возможности проиллюстрирую их влияние друг на друга. То есть, в принципе, главный фокус сегодняшней лекции именно как мы можем проследить, и есть ли взаимовлияние эмоций на познание, либо наоборот, наши когнитивные процессы, могут ли они контролировать эмоции. Ну вот, если еще есть определенное согласие по поводу познавательных процессов, мы все согласились с терминологией памяти, обучение языка, но в случае эмоций терминология очень запутанно и существует бесконечное количество эмоций. Здесь перечислены как раз только наши отечественные, которые есть в учебниках, которые вы знаете, наверное. Это биологическая теория эмоций Петра Кузьмича Анохина. В этом случае эмоции играют ключевую роль в организации целенаправленного поведенческого акта. Потребностная информационная теория эмоций Симонова. В этом случае используются два фактора. Это сила нашей потребности и возможности ее удовлетворения. В общем, если возможность удовлетворения высокая, мы испытываем положительные эмоции, если низкая, то отрицепленные. И, наконец, одна из последних теорий Юрия Иосифовича Александрова, которая объединяет концепцию сознания и эмоций. Там все очень сложно, если что. Есть статьи последние, и также есть глава про эмоции в новом учебнике по психофизиологии. Психологических теорий вообще очень большое множество. Я даже не стала их выкладывать в отдельный сайт. Вы можете посмотреть в Википедии, там они перечислены в огромных количествах. Есть более такие влиятельные, которые подтверждаются различными исследованиями. Есть более новые, которые каждый год, я уверена, появляются. Но, в принципе, мне больше всего нравится в описании эмоций у человека модель Брэдли и Ланга, которую они предложили в 88-м году еще. В этом случае эмоции разлагаются, эмоции можно расположить в двухмерном пространстве, в котором по вертикали здесь изображена активность возбуждения, насколько эмоция приносит сильную реакцию, возбуждает, насколько она спокойная и не вызывает никакого возбуждения. И насколько эмоции положительные или отрицательные. Вот здесь, в принципе, располагаются все... Брэдли и Ланг предложили специальные стимулы, шкалу эмоций. Есть визуальные стимулы для визуальной шкалы эмоций и звуковые. И, в принципе, все вот эти их изображения либо звуки можно было расположить вот в таком врагарике, я так думаю. И мы видим, что, например, негативные эмоции вызывают иногда гораздо большее возбуждение, чем положительные. Что неудивительно. Потому что, когда эмоция негативная, например, это страх, мы должны бежать, прятаться гораздо быстрее, чем когда хотим получить удовольствие. Но это, в принципе, одна из самых простых теорий. Есть теория, например, Пола Экмана, который разделяет эмоции на шесть видов. Может быть, кто знает какие-то шесть видов, узнаете, Настя? Ну, давайте вспоминайте, какие. Шесть основных эмоций у человека. Кто знает? Ну, тут не шесть как раз. Нет, там получается гнев, страх, грусть, радость. А удивление и отвращение. Ну, даже в этой шкале негативных эмоций больше. Четыре у нас получается фактически. Ну, вот здесь как раз гибридная теория эмоций Роберта Платчика. Вот он предлагает такое расположение как таких низших эмоций, так и более высоких с точки зрения человека, более сложных эмоций. А я вас не слушаю, что вы говорите. Это точно. Ну, вот для тех, кто у нас в интернете, как раз комментарии из зала, что отрицательные эмоции сразу понятны, а положительные даже не всегда понимаешь это вообще. Тебе принесет удовольствие или нет? Стоит ли проявлять радость? Ну, в принципе, в этом случае как раз роль нашего познания, наши познавательные функции, они как раз пытаются объяснить все наши эмоции, дать им какое-то определение и понять, что надо делать. В отличие от каких-то базовых эмоций, которые связаны с голодом, например, удовлетворение потребностей биологических, более сложные человеческие эмоции, они требуют всегда какого-то объяснения с точки зрения рассудочной деятельности. Поэтому они... Из-за этого так много, в общем, и теории эмоций, так много определений этих эмоций. Ну, вот здесь картинка изображает возможные центры, которые связаны с эмоциональной обработкой. Вы, наверное, много раз слышали про лимбическую систему. Кто знает, почему она лимбическая? Ну, вот, смотрите, тут получается, что поясная извилина и гиппокамп, они целый лимб, круг образуют. Но я вот сама с удивлением не узнала, потому что я не психолог, получала биологическое образование, что на самом деле вот эти большинство областей, которые... Пардон. Которые входят в лимбическую систему, они были еще описаны американским нейропатологом Джеймсом Пейпицем. Пейпиц. Еще называется Пейпиц-сайкл. На английском. Вот это классический пример нейропсихологического подхода к рассмотрению эмоций. И статья, вернее, вот эта теория, описание вот этих областей была опубликована в 1937 году. Пейпиц изучал эмоциональные расстройства у больных с поражением гиппокампа и поясной извилины. И выдвинул вот такую гипотезу о том, что есть объединенный ряд структур, куда входит гипоталамус, переднее вентральное ядро таламуса, поясная извилина, гиппокамп и мамиллярные ядра гипоталамуса, которые связаны с эмоциями. И уже потом, в 1952 году, полок Пол Маклин предложил термин олимбической системе, которая, конечно, в отличие от колга Пейпиц, она включает другие области, как мы видим, амигдалу, все те, которые Пейпиц говорил, гипоталамус, таламические ядра передние, поясная извилина, парагипальная извилина и гиппокамп. Наиболее ключевой областью, связанную с эмоциями, в принципе, существует, наверное, две подкорковые области, которые привлекают больше всего внимания в исследованиях эмоций. это амигдала и гиппокамп, на которых сделано очень много работ, в том числе и на животных, и в том числе и при помощи МРТ, показанной области активации в этих зонах мозга у человека. Но еще, конечно, среди прочих работ во всех познавательных эмоциональных функциях лидирует наша любимая поясная извилина. Юрий Осич говорил шутку, Александров, я не знаю, это его, либо он слышал, что к 2050 году не останется ни одной функции мозга, за которую не будет отвечать поясная извилина. Она действительно играет роль во многих процессах, но что еще раз говорит о том, что, в принципе, у нас нет точной топической организации функциональной, что у нас все, в общем, взаимосвязано и идет параллельно. Ну, я уже насчет эмоций мы закончили. Краткое введение, как я говорила, что, в принципе, эмоциями можно посвятить целый курс лекций. Немножко про когнитивные функции, в том числе наше восприятие и внимание. Почему восприятие и внимание, они связаны? Потому что, в принципе, объем информации, который поступает от органов чувств, значительно превышает объем осознанной или запоминающей той информации, которую мы способны запомнить. Внимание при этом является таким механизмом селективного селекции, отбора информации, который позволяет быстро и эффективно решить, какие стимулы являются важными для нас, на какие стоит реагировать, какие стоит игнорировать. Поэтому, в общем, внимание очень важно для нашего осознанного восприятия и неосознанного тоже. Существует, разделяет, вернее, два механизма внимания, которые управляют вот этим процессом селекции отбора экзогенный или bottom-up восходящий механизм. Он обеспечивает быструю реакцию на определенные свойства внешних стимулов и эндогенный или топ-даун или нисходящий, который связывает с текущей целью или намерениями. То есть, он управляется в зависимости от текущей цели. и вот этот последний механизм, его как раз связывают с направленным или в другой терминологии сфокусированным или по-другому произвольным вниманием, тогда как первый bottom-up, он как раз связан с ненаправленным, нефокусированным, непроизвольным вниманием, то есть непрямым вниманием. Иногда называют имплицитное внимание. Имплицитное восприятие связано с непрямым, ненаправленным вниманием. Хотя при этом нет четких анатомических границ между процессами, между механизмами, между нейробиологическим субстратом этих двух процессов, скорее всего, это является концепцией, что у нас есть вентральный и дарзальный путь передачи внимания. управления вниманием. Вот как раз здесь из статьи изображение вид мозга сбоку. И здесь как раз показана вентральная дарзальная система внимания. У человека, естественно, в красном отражена дарзальная система, куда входит верхняя теменная долька и область мозга, которая связана с произвольным движением глаз. Это фев, фронт айфилд, который невозможно на русский перевести, потому что она переводится как фронтальная область глаза, но она связана с произвольным движением глаз. И вентральная система, куда входит нижняя фронтальная извилина, нижняя височная долька, средняя лобная извилина, а также вот эта область соединения верхней височной извилины и височно-теменного соединения. Эти области получены, показаны при помощи метаанализа многих данных исследований, которые использовали функционально-магнитно-резонанскую томографию и различные парадигмы на внимание. Но также они совпадают в принципе с данными, которые были получены на высших приматах, уже инвазивными методами получены. Так. таким образом, если говорить про влияние эмоций на внимание, то мы конечно можем отметить, что эмоции сильно влияют на наше внимание, и вы знаете, что эмоциональные стимулы, они помогают направить наше внимание, уделить внимание гораздо больше эмоциональным стимулам, чем неэмоциональным за счет как раз центральной сети внимания. Потом наша дорзальная сеть внимания, наши нисходящие процессы управления вниманием, он действительно меняет даже сенсорные процессы, то, что происходит на уровне сенсорной коры. В зависимости от наших мотиваций, их наши цели, цели поведения. И, наконец, лимбические области, было показано, что лимбические области, которые относятся к обработке эмоций, они также значительно влияют на процессинг сенсорной информации, тоже благодаря нашим эмоциям поддерживается целенаправленное поведение. Поэтому есть очень много доказательств, ну, так скажем, фактов, которые свидетельствуют в эту пользу, это много исследований у человека при помощи вызванных потенциалов, когда компоненты вызванных потенциалов на национально значимые стимулы имеют гораздо больше амплитуды, чем на нейтральные стимулы, а также методы функционально-магнитного резонанса томографии, ПЭТ, безэтронной эмиссионной томографии тоже показали, что области, которые активируются на каких-то когнитивных активных задачах, они гораздо более сильно активируются, если стимулы предъявляются с эмоциональной окраской, чем на нейтральные стимулы. Очень много сделано как раз при помощи парадигмы на аверсивное воздействие, то есть на исследование страха, потому что они наиболее простые и инструментальные для этого. Так, как же немножко я расскажу вам про внимание и обучение и как опять наши эмоции влияют на внимание и обучение. Ну, у нас очень много определений внимания памяти обучения, но очень много определений памяти. И вот, в принципе, одна из таких известных схем, как мы можем разделить мозговые системы мозга, которые отвечают за разные типы памяти. В принципе, Алексей Юрьевич Малышев в своей лекции про нейрональную пластичность уже немножко рассказывал об этом. Ну, давайте, так как у нас что-то я должна рассказать, я повторю. Значит, у нас есть определение коротковременной памяти и долговременной памяти. Причем коротковременная память, я часто ее путала с рабочей памятью, на самом деле не является рабочей памятью, ну, в том смысле, в каком мы понимаем коротковременную память. Долговременная память, она разделяется на имплицитную или процедурную память, имплицитную и процедурную память, то есть неосознанную какую-то память, которая не требует перевода той информации в какое-то осознанное проговаривание, так скажем. Понятие, это связано как раз с нашими привычками эмоций, например. и моторная, процедурная память, она касается, например, наших навыков вождения езды на велосипеде, меняет уже вождение машины, игрное пианино и так далее. И, наконец, декларативная память, она эксплицитна, она осознаваемая, это как раз знание каких-то фактов о пространстве, когда мы точно знаем, где что находится и помним, как куда идти, и эпизодическое, когда мы помним события какие-то, способные это упомянуть. И, в принципе, все эти виды памяти, их можно их корреляты, так скажем, их проявления можно найти в других различных областях мозга. То есть декларативную память связывает с височной, медиальной височной корой, таламусом и неокортексом, на самом деле гиппокампом, не знаю, почему это написано, психологом. А потом имплицитная моторная память с мужичком, мигдалиной, с триатомом и, наконец, кратковременная память находится в основном неокортексе. Тут, опять же, схема из психологического учебника, где написано лобная кора, но на самом деле, в принципе, кратковременная память, ее проявление можно найти в любой сенсорной коре. Мы это знаем по вызванным потенциалам. То есть, вот эти следы памяти кратковременные, они можно зарегистрировать в сенсорных областях. Зачем закрывать? Даже на шпаргалках. Так, что у нас еще тут интересного? это тоже очень схематично те области, которые вовлечены в механизмы памяти. Вот, видите, миндалю на амигдулу, гиппокамп, мозжечок и префронтальная кора. Префронтальная кора – это все, фактически, весь перед нашим мозгом. И, в принципе, разные области, они в той или мере в большей степени задействованы в различных функциях памяти и в различном обучении. То есть, миндалина больше всего вовлечена в эмоциональное обучение, в обучение, которое связано с эмоциональными реакциями или с избеганием, например, негативных эмоций. Гиппокамп, который отвечает за декоративную память, но не отвечает, он связан с ними, переводит как раз от наших воспоминаний в кору. И мозжечок, который связан с моторной памятью, а префронтальная кора, она влияет на все. Она моделирует активность всех этих областей. И вот отдельно про рабочую память. Я действительно раньше думала, что кратковременная память – это и есть рабочая память, но психология, концепт рабочей памяти, он немножко другой. Рабочая память считается отдельной когнитивной системой, у которой есть ограниченный объем, поэтому мы меряем объем рабочей памяти. Это та информация, которую мы можем только временно хранить. Например, то, что я говорю, я должна помнить, что я сказала до этого, какое слово я сказала до этого, и узнать, какое слово пакет. Для этого мне нужна рабочая память. И поэтому, согласно этой концепции, например, Бабли и Хитча, у нас есть исполнительные функции, которые контролируют нашу, это элемент рабочей памяти, фонологическую петлю, она как раз связана с восприятием речи или продукцией речи, но и не только, так скажем, в том числе математики, всех символов, которые мы способны, например, при чтении запомнить кратковременно. Небольшой буфер, связанный с эпизодами, отдельно визуально пространственное блок памяти, который больше всего отвечает за ориентацию в пространстве или когда мы обрабатываем какую-то пространственную информацию, например, геометрические картинки или геометрические задачи. Ну и там фонологическая петля, она делится еще отдельно на акустический сторож, в общем, сохранение акустической информации, то, что мы слышим речь и как мы говорим. И, в общем, она совершенно отдельно исследуется и, в принципе, как раз она больше всего нарушается с возрастом, поэтому очень много исследований возрастных, они связаны как раз с рабочей памятью, очень много прикладных исследований и прикладных направлений, которые пытаются эту рабочую память сохранить, так скажем, тренировать. Но проблема таких направлений, что ее действительно можно натренировать на конкретных каких-то задачах, но совершенно не обязательно, что трансфер произойдет, и вы в повседневной жизни сможете управлять тем же самым объемом рабочей памяти, иметь тот же самый большой объем рабочей памяти. Влияет ли на него эмоции? Я не нашла ничего такого. Но при этом, если мы тренируем рабочую память, это нам помогает регулировать наши эмоции. Вот тоже области мозга, которые связаны с функцией рабочей памяти. Опять мы видим нашу любимую префронтальную кору. Как всегда, поясная извилина в этом участвует. Теменные области, они, как правило, отвечают за пространственную часть рабочей памяти и области брака и верники, которые отвечают за фонологическую петлю. В принципе, эти области просто связаны с обработкой речи и продукции речи. Так, извините, вперед. Мы уже прошли весь курс про память за 10 минут, а теперь мы перешли к обучению. Обучение, естественно, связано с памятью, есть несколько типов обучения, которые выделяются и в классической и нашей отечественной литературе, и в иностранной. Это ассоциативное обучение, оно, как правило, связывает ответ, в смысле, связывает ответ с последствиями этого ответа, нашу реакцию с последствиями наоборот. Ну да, короче говоря, она связывает события с определенными последствиями и способна управлять нашей реакцией. К нему относится, ассоциативное обучение относится классический условный рефлекс, который был разработан Ивану Патриевичу Павлова. В этом случае мы понимаем, ну и животные понимают, естественно, что есть определенные стимулы, которые можно связать. В этом случае не требуется активная реакция, просто, например, если мышку бить током при определенном звуке, она потом поймет, что, в принципе, этот звук ассоциируется с ударом током и будет бояться. Есть еще оперативное условный рефлекс скиннера. В этом случае поведение оно больше ассоциировано с наградами. Как он по-русски называется? Оперантный рефлекс, выработка оперантного рефлекса. когда еще требуется совершить какое-то активное действие, чтобы получить награду либо получить наказание. Но есть не ассоциативное обучение, это гапитация и синсетизация, которую тоже, в принципе, больше рассказывал Алексей Юрьевич Малышев. И я не буду ей уделять внимание. Вот это как раз на всякий случай вам пример, как вырабатывается условный рефлекс у человека. Это из моей статьи, нашей совместной статьи. Короче говоря, у человека тоже можно вырабатывать условный рефлекс на аверсивное воздействие, принципиэтические комиссии не запрещают, если сила воздействия небольшая и человек не испытывает особо неприятных эмоций. В этом случае вот парадигманов, которые предъявляются различные типы изображений и на какие-то после каких-то идет удар током небольшой, а после каких-то не идет. И в принципе измеряется при этом активность мозга и корногальваническая реакция это тоже один из показателей работы вегетативной системы, который говорит о нашем эмоциональном возбуждении. И он является как раз таким объективным показателем насколько действительно событие было значимо эмоционально для человека. В этом случае есть стимулы, которые связаны с условным стимулом, а есть наоборот безусловным это удар током, а есть которые не связаны. В отдельности смотрится реакция мозга на теле и другие, а также как долго она может угасать. Влияет ли сама память на эмоции? Ну вот как я уже говорила, да, мы фактически мы можем тренировать нашу память и через рабочую память через функцию контроля внимания она улучшает нашу эмоциональную регуляцию. Также очень много есть специальных тренингов по эмоциональной регуляции, которые связаны с воспоминаниями, позитивными воспоминаниями. Обычно это автобиографические воспоминания, которые нам приносят, хорошие, которые нам помогают успокоиться и отрегулировать свои эмоции. Вот здесь тоже пример из такой статьи, где прямо показано, что активность амигдалы, миндалина, она гораздо выше проявляется на эмоциональные на изображения из автобиографической памяти, построенной, ну естественно, построенной по рассказам испытуемых, которые имеют положительную национальную окраску либо негативную национальную окраску. Вот видно, что в случае национальной окраски в любом случае негативной и позитивной у нас повышается активация левой амигдалы, потому что у человека амигдала в принципе имеет лутерализацию в отличие от животных, имеет функциональную асимметрию, а в правой наоборот у нас получаются позитивные стимулы из автобиографической памяти они вызывают больше активацию, чем негативную по сравнению с нейтральными. Так, как эмоции влияют на поведение, ой, на память и обучение? То есть мы посмотрели, что действительно память позволяет улучшать эмоциональную регуляцию как в обратную сторону, как эмоции влияют на нашу память. Ну, в принципе, вот у нас действительно эмоциональное обучение проходит гораздо эффективнее. И вот хороший пример это как раз условный рефлекс на аверсивное воздействие. При этом существует много данных, что амигдала миндалина, она играет ключевую роль в этом процессе эмоционального обучения, обучение связано с эмоциональными стимулами. И раньше ее связывали исключительно с аверсивным воздействием, в смысле с реакциями избегания на аверсивное воздействие, но сейчас в принципе очень много данных, где она играет роль других эмоциональных реакций. Ну и как еще вот наш познавательный процесс влияет на как взаимодействуют наши эмоции и память и познавательный процесс. У человека есть две парадигмы, которые позволяют доказать, что действительно познание влияет на нашу эмоциональную реакцию. То есть есть парадигма инструктированного страха, вернее, когда говорят сейчас, мы вам покажем определенное изображение, и после этого изображение вас ударят током. Проинструктировали человека, потом, когда уже проводят само исследование, как правило, это МРТ-исследование, удара током не следует, а человек все равно боится. Проинструктировали его, потому что он уже заранее знает, что действительно будет неприятно, только на основании вербальной инструкции. И опять же, из-за того, что у нас у высших приматов человек очень развит социальное взаимодействие и социальные эмоции, есть еще парадигмы наблюдаемого страха, когда мы просто наблюдаем, как кому-то неприятно, и нам тоже становится неприятно. И, в принципе, есть способ показать это при помощи неинвазивных исследований. Ну и как раз очень сильные эмоции влияют на нашу эпизотическую память. Это одна из любимых тем Павла Венославовича Балабана, но я, в принципе, очень коротко скажу, что эмоции влияют на разные стадии памяти эпизодические. Можно выделить три стадии. энкодинг. Это та информация, которая изначально обрабатывается и переводится в память. в этом случае эмоции напрямую влияют на объем информации или на ту информацию, которую стоит запомнить, которую не стоит запомнить при помощи внимания. То есть эмоциональные стимулы, эмоциональные события привлекают гораздо больше внимания, поэтому они лучше запоминаются. И в принципе все это субъективно понимают. Эмоциональные события запоминаются гораздо лучше. Но даже на первом процессе обработки информации. Мы можем не заметить эмоциональные какие-то стимулы. Потом стадия консолидации памяти, когда все, что значимо для нас, запоминается навсегда или на какое-то продолжительное время. И вот этот процесс запоминания важной информации, он гораздо лучше и быстрее протекает для эмоциональных воздействий, чем для нейтральных. Ну и наконец, когда мы извлекаем информацию из памяти, в этом случае тоже очень важно, насколько у нас протекает возбуждение за счет эмоционального воздействия. Ну вот, в принципе, при этом большую роль, конечно, играет именно эмоциональное возбуждение, а не само содержание эмоций. То есть там неважно, негативная это была эмоция или позитивная, само сила возбуждения от пережитого эмоционального состояния, она играет гораздо большую роль в памяти, удержании памяти. Ну вот здесь опять перечислено, что мы запоминаем... Так, мне звонит охрана ВМД. Ну ладно. Мы запоминаем события, удерживаем события в долговременной памяти эмоциональные гораздо дольше, чем нейтральные. Об этом знают рекламщики. Если вы заметили, вы когда-нибудь включали радио, там... Ну и, в принципе, реклама в телевизоре, вы заметили, насколько эмоциональные голоса у этих актеров, которые что-то рекламируют. Потому что, в принципе, эмоциональные даже рекламные ролики запоминаются гораздо лучше, чем проговоренный спокойным голосом, спокойным актером. Вот этот как раз долговременный эффект возбуждения, он требует участия Миндалины. Это было показано во многих исследованиях, что даже, в принципе, сильное воздействие, оно оставляет следы какой-то активности в Миндалине даже после окончания этого воздействия. Ну и, в принципе, вот этот эффект возбуждения эмоционального, он, естественно, зависит от воспоминания гормонов стресса, вернее, гормонов, которые управляют реакцией на стресс. И часто амигдалы и гиппокампы, они коактивированы в этих процессах, в процессе эмоциональной информации. И, в принципе, их совместная активность, она соответствует последующим воспоминаниям вот этой информации, которая была связана с эмоциональным воздействием. Вот авторы этого учебника дают хороший рецепт для нашего усиленного запоминания событий. Это нужно иметь очень сильное возбуждение, связать активность амигдалы с активностью гиппокампа, и это запустит гораздо лучше процесс консолидации памяти. Ну вот раз мы стали говорить про возбуждение, у нас есть еще понятие возбуждения центральной нервной системы. Как еще раз раузл? Раузл. Центральной нервной системы. Это как раз уже анатомическая система, которая состоит из различных, на самом деле это входит различные нейронные системы, которые связываются, которые обуславливают возможности нашего пробуждения в ответ на какие-то сенсорные стимулы, которые способствуют продлению, усилению реакции на какие-то очень сильные воздействия специальности и которые, в принципе, могут поддерживать цикл сна-бодрствования независимо от каких-нибудь сенсорных стимулов. Потому что мы спим иногда в состоянии, вернее, в окружении шума, если это неважный шум, то мы продолжаем спать. И эти же системы поддерживают нашу активность в течение дня. При этом, кстати, если вы спите и крикнут ваше имя, вы сразу проснетесь. А если будете какие-то посторонние шумы, вы можете спать дальше. И, в принципе, нарушения этих систем, они, естественно, приводят к нарушению сознания. И есть различные виды нарушений сознания, которые я расскажу в следующей лекции. Как она связана еще с эмоциями, в принципе. Вот история изучения этого вопроса говорит о следующем. Ранее систему вот этой активации мозга связывали с тем, что она возникает именно на поток сенсорного возбуждения, поток сенсорной информации. И в этой системе возбуждения выделяют, естественно, восходящую, вернее, ретикулярную информацию, ее влияние, восходящее влияние на мозг. Ретикулярная информация, если вы слышали лекцию Натальи Викторовны Пасековой, она имеет многочисленные проекции аксонов во весь мозг, в том числе в центральный таламус. И она модулирует за счет этого уровни внимания и возбуждения. И отдельно выделяют гипоталамические центры, которые в основном находятся в переднем гипоталамусе. И они отвечают за наш цикл сна и бодрствования. А также именно эти центры, они тоже связаны с целенаправленным поведением, которое необходимо для выживания. Нашего выживания, выживания животного тоже. Как вот эта система возбуждения, с чем ее связывает в мотивированном поведении, в целенаправленном поведении? В принципе, эта система подпитывает наше сексуальное поведение, страх, базовые эмоции, такие как голод, жажда, боль и так далее. То есть она является таким активирующим центром, запускающим фактически наше целенаправленное поведение с помощью такого массового влияния на все области мозга, в том числе неокортекса. Естественно, в этой системе важную роль играют нейротрансмиттеры. Здесь как раз несколько типов нейротрансмиттеров, которые участвуют в активации различных областей мозга, которые можно связать с различными поведениями. Это, конечно, тоже послуживает отдельной лекцией большой, какие нейротрансмиттеры на что влияют. Но, естественно, больше всего мы любим дофамин, ну и серотонин, естественно, норадреналин. Они связываются, имеют проекции различной области мозга, которые можно связать с различным поведением, в том числе нашими эмоциональными реакциями. Ну и, в принципе, естественно, в этой связи хочется отдельно упомянуть reward processing, который, я не знаю, потому что, знаете, это обработка награды. То есть, вот это, да, терминология, она такая все-таки англоязычная, и у нас, в принципе... Ну, то есть, это процессинг наших наград, обработка наших наград, да? Переработка, анализ, ну, не знаю. Ну, это как раз такой поведенческий феномен, который связан с тем, что мы понимаем вот это, насколько позитивное значение имеет тот или иной стимул, насколько это является наградой для нас, приносит нам какое-то удовлетворение. Нужно ли его как раз запомнить, отложить в памяти, потому что чем больше мы таких наград получим, тем лучше мы будем жить, и это обеспечит наше выживание и наше хорошее чувствование. Это как раз, ну, обработка, фактически, позитивных стимулов, которые для нас приносят награду. Ну, и в то же время вот эта система мозга, которая связана с дофамином, она... Вот ее как раз дисбаланс или какие-то нарушения, они как раз связываются в большей части с нарушенным, так скажем, измененным поведением. И они участвуют в таких расстройствах, как депрессия, любые расстройства, связанные с употреблением различных субстанций, алкоголя и наркотиков и так далее, сахара, кофе, сладкого, в общем, всего. И, ну, естественно, импульсивность не является расстройством, это просто проявление личности, личностными качествами, то есть вот эти системы, они влияют на какие-то и личные качества, в том числе импульсивность. Вот это анатомия, вернее, те области мозга, которые связаны с процессом вознаграждения, обработки вознаграждения. Да, как я сказала, главным тут является нейромедиатор дофамин. И обработка вознаграждения обеспечивается, как видите, распределенной мезокортикальностриадной системой. И они, естественно, все эти области, они вовлечены как раз в различные функции, в том числе и когнитивные, в том числе и эмоциональные. Дофаминоэргические нейроны расположены в вентральной области покрышки. В среднем мозге посылает аксонную вентральную часть полосатого тела, который получает дополнительные данные от коры и лимбических областей и служит центром для вентральной стриатома. Это центр для вот этой схемы, которая иллюстрирует наш процессинг вознаграждения, обработки вознаграждения. Ну и вот особое значение имеет то, что нейтральный стриатом включает в себя прилежащее ядро. И вот как раз прилежащая нуклеосокомбас – это такая нейронная область, которая исследования на животных, кроме человека, показали, что она задействована в различных аспектах обработки вознаграждения. Начиная от гедонистических реакций и заканчивая мотивацией, погони за чем-нибудь. Но вот из-за ограничения, ограниченного разрешения методов, которые исследуют мозг человека, в принципе, активность прилежащего ядра очень редко показана в нейроимиджингах исследований. Но, тем не менее, тоже есть работы, которые показывают активацию стриатома и, по крайней мере, префронтальной коры в случае получения большего вознаграждения, чем получения меньшего. И вот это как раз отдельная область, которая в первую очередь исследует нейробиологию принятия решений, потому что мы принимаем решения также, основываясь на том, какие вознаграждения мы можем получить в результате принятого решения или проведенного, сделанного какого-то поведенческого акта. И, в принципе, это как раз направление, которое следует нейроэкономика, нейромаркетинга. Это тоже отдельный курс лекций, который можно как раз сделать и с точки зрения психологии, как работает система вознаграждения, оценки вознаграждений, и с точки зрения нейроанатомии и нейрохимии. Ну и конец. Другие темы, которые я не смогла покрыть в этой лекции, которые тоже заслужат, может быть, отдельных лекций. Я хотела бы это, может быть, обсудить с нами, что, может быть, в следующем году мы сделаем более подробные лекции на вот эти темы. Естественно, эмоции, они связаны с гормонами, с релизом гормонов. Гормоны влияют на эмоции, эмоции могут запускать, наоборот, релиз гормонов. И, собственно, это является основой чрезмерной стрессовой реакции, чрезмерной реакции на стрессы. Дистресс, психологический дистресс или физиологический дистресс. Также отдельная тема – это речь, нейроанатомия речи, развитие речи у человека. Есть ли речь у других видов животных и как ее изучать? Это тоже очень интересная тема, которая совершенно, кстати, в нашем курсе «Айбрейн» не затронута. Влияет ли эмоции на речь? Тут очень сложно сказать, но, скорее всего, мы запоминаем речь, если она имеет эмоциональную окраску. Про сознание я немножко расскажу в следующей лекции и, в принципе, еще отдельная очень интересная тема – это расстройства, которые связаны с эмоциями, эффективные и когнитивные расстройства, которые тоже, в общем, послуживают отдельной лекцией. А так, в принципе, у меня на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Вы можете задавать вопросы, если есть.